Здравствуйте, меня зовут Александр Писарчук, я мариупольский граффити-художник. Занимаюсь граффити, рисую на стенах. А это мой помощник Максим Светлов, который мне помогает во всех мероприятиях, которые касаются Мариуполя, по масштабным таким работам, муралам, как волной куратор. Скажите, идея конкретно этой росписи рядом с драмтеатром, с чем она связана? Почему именно Несси? Хотелось нарисовать в центре города, чтобы это было видно масштабно, глобально, чтобы люди смотрели, их это радовало. Хотелось изобразить какого-нибудь персонажа, мультипликационного, может, сказочного. И мы решили, что это будет все-таки персонаж интересный. Идея позитивная, добрая, имеется в виду сказочная идея? Она не связана ни с политикой, она не связана ни с войной, она несет только позитив, несет улыбки, поэтому и было согласовано с Жахневой аэроадминистрацией, с городом. С городом это рисунок в рамках фестиваля «С краину в Украину». Последний четвертый мурал, который мы завершаем, поэтому был выбран нейтральный путь. А последний, в смысле, все, закончилась тема, вы не будете больше расписывать? Абсолютно нет. Это мурал, который в рамках фестиваля, который проходил киевские ребята, проводили, и мы участвовали в нем активно. Но проект будет продолжаться, мы надеемся, что благодаря нашим художникам, именно мариупольским, сейчас город преобразится. Потому что в задумках начать действовать по подъездам, потому что если вы видите эти двери, все, что связано, хочется, чтобы город как бы... Интересно можно украсить как-то. То есть следующая идея перейти на подъезды, на украшение реальной среды обитания. На все интересные поверхности, которые можно прищить. Но подъезды, в первую очередь, сейчас ведутся переговоры с несколькими художниками и группами ребят, мариупольских активистов, которые участвуют тоже в разных проектах по стрит-арту. Мы хотим объединиться, и чтобы в городе, где уже образовались ОСНД, мы начали разрисовывать территорию, чтобы жители именно рисовали на этих территориях. То есть с привлечением уже именно людей, проживающих в этих подъездах. Понятно. Касаясь политики, скажите, вчерашний приезд президента помешал вам продолжение работы? Нет, вообще. Я даже не видел ни президента, ни страны. То есть вам не говорили сойти? Просто я вас вчера не видел. Нет, мы работали, целый день работали, наблюдали, и как бы сверху смотрели, когда кортеджи проезжали. То есть это не помешало работать? Да, мы надеялись, что все-таки обратят нам на нас внимание, может быть. Ну это так, шутка. Нам не помешали, спецслужбы нас не останавливали, но возможно наблюдали за нами.